Добрый день. Сегодня мы разберем, как взаимодействовали друг с другом фигуры четвертого чемпиона мира Александра Алёхина. Разберем партию Давидсон-Алёхин, сыгранную в Земмеринге в 1926 году. Будущий чемпион мира. На тот момент будущий чемпион мира играл черный. Итак, d4, d5. Дебютные ходы, славянская защита. На ход e3 Алёхин захотел сходить в миранский вариант. Конь c3, конь с b на d7, ферзь c2, слон d6. Ну, белые выбирают так называемый антимиранский вариант, хотя подозреваю, что в то время, когда игралась партия, прям такого названия антимиранский вариант не было. Итак, слон d6, слон d3, 0, 0. Вот хочется обратить внимание, чем руководствовались черные, развивая коня и слона. Именно таким образом. Почему, допустим, слона не на e7 развили, да? Многие сильные шахматисты, не задумываясь, здесь делают ход слон d6, но некоторые играют и слон e7. В чем принципиальная разница? Разница в том, что если бы слон стоял на e7, то он бы не создавал давление на поле e5. А тут мы вспоминаем четыре вида контроля поля. Самый распространенный вид – это контроль поля. То есть черные собираются хорошо проконтролировать поле e5 конем, слоном, ферзем. А потом его захватить путем пешечного продвижения. Вот в этом основная идея черных. Итак, ферзь e7, e4. Может показаться, что идея черных провалилась. e5 здесь ходить немножко боязно, да? Слишком подвисшее все в центре, да? В случае взятия d, e, конь e4, конь e4, слон e4, тоже e5 просто так не проведешь, да? Но Алехин применяет такой известный миранский план. Он бьет на c4 и ставит пешку на e5. То есть не для этого черные контролировали поле слоном, конем и ферзем, чтобы просто так отдать белому поле e5. Поле e5 черные решили не отдавать. Здесь могли белые сыграть бы пешкой на d5, но черные спокойно бы пошли в конь b6 и занялись бы уже контролем поля d5. Тут бы очень хорошо заработали вместе кони, пешка на c6. И, ну, не самая приятная позиция здесь у белых. Слон b3, конечно, можно пойти, да? Но какая-то позиция, ну, явно, явно с шансами у черных. Конечно, шанс не на то, чтобы легко выиграть партию, но хорошую, приятную позицию черные, можно сказать, получали бы. Поэтому белые сыграли ладья d1. Их понять можно. Они собираются залезть конем на f5 и создать как раз конем, ну, в случае ед, конь d4, конь f5. И создать конем взаимодействие с ладьей, проконтролировать поле d6. Да, потому что здесь, во-первых, стоит хорошая мишень. Во-вторых, ну, собственно, само по себе поле недалеко от центра, находится вообще на центральной линии. Приятно и полезно его контролировать, чтобы сопернику было сложно. Что сделал Алехин? Алехин пробил на d4 и пошел конь b6. Он защитился от хода конь f5. То есть на конь f5 просто теперь слон f5 взяли слона. Но и просто даже после того, как белые убрали слона из-под боя, теперь белые все равно не грозят пойти конь f5, потому что после хода слона f5, хоть и появляется преимущество двух слонов у белых, но все-таки пешечная структура настолько портится, да, что практически любой эншпиль становится в пользу черных. И тут начинается самая интересная часть партии. Ход ладья d8. Ладья d8 – ход очень хороший. А почему он хороший? Потому что черные уже контролируют поле e5, да. Они могли бы попробовать организовать взаимодействие ферзя и слона ходом ферзь e5, да. Но тогда бы они просто наткнулись бы на ход конь f3, и все это их взаимодействие, направленное на контроль поля h2, приходилось бы сворачивать обратно, да. Ничего лучше, чем ферзь e7 нет. Хотя, может быть, ферзь h5 есть, но там все равно. У белых есть чем ответить, по крайней мере, да. Ой, что я говорю? Какой же ферзь h5? Ферзь e5, конь f3. Ферзь не может отходить от слона, да. Да, получается, ничего лучше, чем ферзь e7 нет. Ладно. Итак, что делают черные? Они уже контролируют поле e5, и они вздумали взять под контроль поле d4. Как уже отмечалось в предыдущем видео, самый сложный и самый важный способ взаимодействия фигур – это контроль комплекса полей, то есть полей, которые связаны друг с другом стратегически. Черные собираются контролировать черные поля в центре. Поле d4 и поле e5 друг с другом связаны. Как они собираются это делать? Уже возникла угроза выигрыша пешки. Слон h2, король h2. Ладья d4, ладья d4. Ферзь e5. Вилка на короля и вилка на ладью. Ладья отыгрывается, и остаются черные с лишней пешкой. Прошу обратить внимание на следующее важное правило. Как понять, хороший ход или плохой? Если мы пошли одной фигурой, а грозить стала другая, значит, скорее всего, ход хороший. Потому что теперь ладья со слоном и с ферзем создали механизм по выигрышу пешки. При этом сам по себе ход полезен, даже если бы ничего этого не было. Но ладья на открытой линии еще никому не вредила. Белые пошли h3. Черные делают еще один точный ход. Слон c7. Опять же, одна фигура пошла, другая фигура создала угрозу. Теперь грозит ладья d4, ладья d4, ферзь e5. Уже не с выигрышем пешки, а с угрозой мата, из-за которой черные остаются с лишней фигурой. Отыгрывают ладью, но оконь был бы съеден при ходе ладья d4. То есть опять получился хороший ход. И опять же, хочу отметить, даже если бы не было организовано взаимодействие, ход бы был не самый плохой. Почему? Потому что, как мы знаем, слоны на открытых линиях чувствуют себя плохо. Слонам нужны открытые диагонали, а вот на открытых линиях слоны часто становятся добычей вражеских ладей. Особенно если они не могут опереться на пешку. Итак, что мы увидели? Мы увидели, что ход создал взаимодействие. Ладьи, ферзя и слона. Новую угрозу. И сам по себе был полезен. Слон e3. Ладья e8. Опять же, ходит ладья, а угрозу создает конь. Тут даже компьютер предательски показывает, какая угроза, хотя все эту угрозу, наверное, видят. И опять, опять что у нас получается? Получается, что мы вынуждаем не самыми удобными ходами защищаться белых. Точнее, Алехин вынуждает. В то же самое время черные убирают ладью с открытой линии на полуоткрытую. Может, не такой прям хороший ход. Но поле d8 становится доступно в будущем для другой ладьи. То есть, ход все-таки полезен. Мало того, что он опять же организует взаимодействие уже коня, ферзя и ладьи, так еще и полезный ход. Слон d3. Конь h5. Белые защищались от взаимодействия ладьи, ферзя и слона. Защитили пункт d4. Белые защищались от взаимодействия коня, ферзя и ладьи. На поле e4. Белые защитились от всего. Ничего страшного. Черные пытаются наладить совместную работу коня и слона. Они пытаются залезть на f4. Если им это удастся, будет не очень хорошо белым. Потому что в случае слона f4, черные побьют слоном на f4. Все-таки преимущество двух слонов, если оно ничем не компенсируется со стороны соперника, оно в эндшпиле может быть примерно равно даже лишней пешке в отдельных позициях. Поэтому просто так преимущество двух слонов отдавать не хочется. Если же не бить коня и уйти куда-нибудь слоном на f1, то просто конь будет нависать над позицией белых. Очень-очень неприятно. Тут они спокойно закончат развитие. Там слон d7, ладья d8. Я буду чувствовать себя великолепно. Белые решили защитить поле на f4, чтобы не допускать взаимодействия фигур. g6. Это важный профилактический ход для чего? Для того, чтобы черные смогли осуществить хитрую идею. Если начинали черные эту партию и пытались контролировать черные поля в центре, то сейчас черные хотят проконтролировать e4 и d3. Тут важно сказать, когда мы говорим о контроле над полями, это не значит, что на этом поле должна стоять фигура. Это значит, что это поле должно простреливаться нашими фигурами. И раз оно простреливается нашими фигурами, создаются различные тактические мотивы для выигрыша материала или даже где-то постановки мата. В чем смысл хода g6? Алехин наметил план конь d7, конь e5. И в итоге ферзь с ладьей контролирует поле e4. А конь с e5 контролировал бы поле, стратегически связанное с полем e4. Поле d3, где стоит защитник пешки. И было белым все неприятно. Ну, собственно, Алехин пошел конем на d7. Вот уже грозит ход конь e5. Конь e5 жутко неприятно. И преимущество двух слонов отдавать белым не хочется. И пешка на e4 ослабнет. Пришлось ходить конь f3. Пришлось ходить конь f3. Дальше Алехин посмотрел на позицию. Конь e5 ходить бессмысленно, потому что никакого контроля полей уже не будет. То есть, как будут они, черны контролировать поля e5, e4. Так на этом их достижение и закончится. Потому что коня мгновенно разменяют. Что сделал Алехин? Он решил проконтролировать поле d3 с другой клетки. Он решил подготовить ход конь c5. Поэтому пошел слон d6. Почему так? Потому что слон уже оказался бесполезен. То есть, поле e5 и так под присмотром аж трех черных фигур. А вот размен чернопольных слонов ослабляет для белых поля c5. Ну, точнее, белые не смогут препятствовать появлению коня на c5. А конь c5 как раз будет осуществлять контроль полей e4 и d3. Слон g5 пришлось уже ходить белым. Понятно, что после слон b6 черные били бы а, b. Потому что у них идея коня на c5 поставить. А не конем бы били. Слон g5, ферзь c5. Та же самая идея. Черные пытаются отвоевать поле c5 для своего коня. Теперь в случае ферзь c5, конь c5. Все. Поля e4, d3 под контролем. Отход слона мы готовы пробить на e4. Если слон не отходит, мы готовы пробить на d3. Пришлось исхитряться сопернику Алёхина. И пошел он конь c3. Пошел он конь c3. Защищаясь от размена ферзей. Ну и помня о том, что пока черный ферзь стоит на c5, ничего страшного с ходом конь c5 не случится. Что придумал Алёхин дальше. Дальше он посмотрел, что если он просто уйдет ферзем, то не совсем понятно, куда ему уходить. Уйдет ферзем на d6, и тут уже ладья на d1 вспомнит. Ну, с a1 на d1 пойдет и вспомнит, что она тоже обладает страшной силой. И заработает как-то неприятно против соперника. Что придумал Алёхин? Он придумал, раз белые фигуры вышли из защитных позиций, все-таки пробраться на поле h2. И пошел конь e5. То есть поле e5, которое с самого дебюта контролировали черные, здесь пригодилось, чтобы перестроиться к матовой атаке. Грозит уже простая тактика конь f3 и ферзь g5. Поэтому белые вынуждены бить, черные пробили. Грозит, наладится взаимодействие слона и ферзя. Причем будет контроль поля прямо рядом с королем самого опасного поля. А g3-то ходить нельзя, у пешки обязательство по защите пешки h3. Поэтому соперник Алёхина вынужден был пойти слон e3. Увидел перед собой ход слон c7. И прибег, так сказать, к последнему средству защиты. Попытался спрятать короля на f1. И закрыться от будущих шахов ферзь h1, например, ходом конь g1. Что здесь придумал Алёхин? Поскольку ферзь h1, конь g1, это как-то несерьезно, что ли, да? После всего достигнутого. Такие ходы выглядят несерьезными. Почему? Потому что если, вот может показаться, что тут можно создать взаимодействие ферзя и слона и выиграть коня. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что конь не выигрывается. В случае хода слон g1, ладья g1, дела черных совсем плохи. Конечно, после хода ферзь g2, можно сказать, что не так все печально для черных. Все-таки пешку выиграли. Но слон и ферзь застряли на королевском фланге. Да еще и линии открылись. То есть игра бы обострялась. И поэтому Алёхин не стал выбирать вот этот план. Не стал он выбирать этот план. Хотя, кстати, вот еще вторая причина, по которой он не стал выбирать этот план. Что на ход слона h2 еще белые могли не король e2 пойти. Еще могли пойти f3. Тоже такая позиция выглядит подозрительно, чисто говоря. Тут может показаться, что и слон g3 неприятный, и конь g3. Но вроде как после коня g3 король f2 белые держатся. А вот ферзь черных в страшной-страшной опасности. Да, поэтому, скорее всего, даже из-за этого варианта Алёхин не пошел на такое примитивное решение. Что он сделал? Он нашел небольшую комбинацию. Разрушил крепость короля. Разрушил крепость короля. И придумал следующую вещь. Обменял защитника, опять же, вокруг короля. И придумал следующую вещь. Пожертвовал слона, чтобы наладить совместную работу. Ладьи и ферзя. Чтобы ладья и ферзь контролировали все поля вокруг белого короля. И после хода ладья e5, от хода ладья h5, есть только одна защита отдать ферзя. Но, соответственно, когда после вилки еще и слон выигрался, возникла позиция, где у соперника Алёхина за ферзя только слон и ладья. Проходных пешек нет. У Алёхина еще две пешки в придачу к ферзю. Понятно, что это технически выигранная позиция. Чемпион мира в скором времени выиграл партию. Итак, чему нас научила эта партия? Если опустить дебютные ходы, которые типичны для миранских построений, то чему нас научил Алёхин? Он научил, что нужно с дебюта найти какое-нибудь центральное поле, которое стараться контролировать в себе своими фигурами. В данном случае это было поле е5, и он, естественно, поставил сюда пешку, чтобы соперник не смог поставить свою пешку и отнять у нас это поле. После этого контролировать поле очень важно. Это не обязательно на нем стоять. После этого пешка разменялась, но три черные фигуры, правда, после хода кольба 6 только две, остались контролировать это поле. Дальше. Создавая угрозы, Алёхин научил, что полезно улучшать свои фигуры, именно создавая угрозы. И когда мы ходим одной фигурой, а угрозу создает другая, значит, ход у нас получился хороший. И также Алёхин нас научил тому, что не обязательно стараться какое-то одно центральное поле проконтролировать всеми фигурами. То есть изначально черные поля хотели е5, d4 контролировать, потом черные переключились на белые поля, то есть уже собрались контролировать поля е4, d3. И белые просто запутались, пытаясь защититься от всего. Как только они защитились от вторжения по черным полям, сразу пошло вторжение, направленное на контроль полей d3 и е4. Как только они от этого защитились, вот казалось бы, защитились от всего, пошло обратно вторжение по черным полям. То есть вот контроль центральных полей сразу многими-многими черными фигурами, я не хочу сказать, что всеми, привел к тому, что черные, ну, найдя, конечно, завершающую комбинацию с ходами слона h3, вот со всеми этими разменами защищающихся фигур из финальной жертвы слона, найдя всю эту комбинацию, черные выиграли. Но возможность для комбинации была создана виртуозной игрой, где-то с 10-го хода, вот ход е5, вот 10-й по счету. И где там начало комбинации пошло? Начало комбинации пошло на каком ходу? Вот слона h3? На 25-м ходу. То есть вот этот промежуток времени между 10-м и 25-м ходом черные образцово маневрировали, старались всеми фигурами, которые могут ходить, проконтролировать центральные поля и создали, в конце концов, угрозу, наладили взаимодействие по проникновению в лагерь ГБИО. Продолжение следует...